Всем привет, это МХЛ на коленке. На прошлой неделе определился второй участник плей-офф и первой от Восточной конференции. Это Уфимский Толпар. Поздравляем коллектив Михаила Васильева, это отличный результат. Интересно, кто в следующем выйдет в весеннюю стадию сезона. На Западе Красная Армия и Лока ближе всех к этому, а на Востоке Омские Ястребы. Посмотрим. После неудачи на начало регулярки крылья советов просто-таки штурмуют первую восьмерку. Преграда для них не стала даже с К19-46. Очки в копилку так и летят. Но удивляться тут нечему, если посмотреть на то, как играют хоккеисты этой команды. Вот Ивану Гуську вообще особая техника. Он блокирует броски и отдает голевые передачи одновременно. 78 номер. Градович. Горден. Стучит уже там клюшкой Дмитрий Николаев. А в этот момент бросок по воротам. Отскакивает шайба и Порошин бежит к воротам. Армейцев. Гол! Родион Порошин. За минуту и 47 секунд до конца второго периода выводит крылья вперед. 1-0. 16-я шайба в этом сезоне для защитника. Крылья в советов. И удалось выстоять в меньшинстве. А кто же там заблокировал бросок? Я надеюсь, нам покажет сейчас повтор этого момента. Шиховцов бросал поворотом. И этот бросок на себя принимает Иван Гуськов. Шайба отскакивает достаточно далеко. Причем так, что Горден уже никак не успевал. Шиховцов пытался догнать Порошина. Мы видим здесь. Теперь крылья могут пойти еще дальше. Игроки могут проводить силовые приемы и одновременно давать голевые передачи. С таким подходом они точно скоро будут в плей-офф. Свой подход к профессии вратарей есть и у сибирских снайперов. Как это называется, мы пока не знаем. Мы пока просто смотрим и пытаемся понять, что это. Правда, в отличие от крылья, такие приемы в плей-офф попасть не помогут. Но сибирские снайперы пока справляются и так. Вообще приближение плей-офф уже чувствуется. Вот уже буквально висит в воздухе. Вот в Альметьевске, например, придумали дополнительную мотивацию. Дорогие и уважаемые болельщики. В последнее время появилась информация, что в случае попадания команды спутник в плей-офф, главный тренер команды спутник Дмитриев Эдуард Анатович стрижется на лысо. В случае не попадания команды в плей-офф, не выполнения задачи поставленным руководством, наголо стрижется вся команда на лысо. Этот спор был уже давно, это просто в последнее время появилась такая информация. Это правдоподобная информация. Я, капитан команды спутник Дэй Шолгин, подтверждаю все слова главного тренера и обязуюсь в случае не выхода в плей-офф постричься на лысо я и вся команда. А в случае попадания в плей-офф мы обещаем посоветовать хорошую фарикмахерскую главному тренеру Дмитриев Эдуард Анатович. Ну, теперь попадет спутник в плей-офф или нет, но контент мы точно получим. Но если у спутника пари была заточена под плей-офф, то игроки русских фитязей соревновались между собой в день студента. Суть состязания... Суть состязания... Суть состязания... Суть со... Суть состяз... Суть состязания была в следующем. За 30 секунд нужно было назвать как можно больше команд молодежной хоккейной лиги и участников последнего молодежного чемпионата мира от сборной России. Сколько вы можете назвать клубов МХЛ за 30 секунд? Русские Витязи, СКА-1946, СКА-варяги, Шакарига, МХК Спартак, Омские Ястребы, Сибирские Снайперы, Отжи-Люнион, Лока, Алмаз, Талфар, Авто, Стальные Лицы. Красная армия! Ты как не назвал красную армию? Слушай, ну, знаешь, у меня очевидный как раз из головы будет. Сколько вы сможете назвать игроков молодежной сборной России по хоккею за 30 секунд? Подколзин, Замула, Мехтахов, Ахаров, Исаев, Романов, Куликов, конечно же наш, Венисенко, Александров, Варков, Грошнев, Резюль. Результаты парней, конечно, впечатляют, но мне кажется, что я смогу не хуже, поэтому я собираюсь повторить это. Я не готовился, ребята, отвечаю, я не готовился заранее. Посмотрим, что получится. Итак, у меня есть 30 секунд, чтобы назвать как можно больше команд молодежной хоккейной лиги сезона 19, 20, 3, 2, 1, поехали! Русские Витязи, МХК Спартак, Локо, Сибирские снайперы, Стальные лисы, Снежные барсы, Спутник, Красная армия, Динамо СПБ, Динамо Москва, Авто, Алмаз, Тюменский легион, Чайка, ХК Рига, Это давление, Атлант, Тайфун, Амурские тигры, Крылья Советов, Сибирские снайперы были. А теперь у меня есть 30 секунд, чтобы назвать как можно больше игроков молодежной сборной России на чемпионате мира. Три, два, один, поехали! Мефтахов, Исаев, Оскаров, Паленков, Замула, Денисенко, Мисюль, Морозов, Марченко, Ртищев, Александров, Замула, Малышев, Черт, это сложнее, чем казалось. Так, Паленков, Замула, Малышев, ладно, это было очень плохо, ребят. Ну, как я и ожидал, даже под давлением, под огромным давлением я справился неплохо. Конечно, с командами было попроще, с игроками посложнее, но вот если бы они золото выиграли, тогда бы я точно всех назвал. А вот кто точно знает всех игроков не только по фамилиям, но и по именам, так это болельщики капитана, которые пришли поздравить свою команду после победы над МХК «Спартак». Вот это мотивация, после которой биться за плей-офф надо до последнего. Ну и в заключении мы в очередной раз наслаждаемся игрой наших выпускников. Иван Морозов и Александр Полунин оформили свои первые дубли в КХЛ. Иван Морозов Иван Морозов Все больше и больше наших игроков просто разрывают КХЛ. Как это приятно. На этом все. Переходим к анонсам на эту неделю. 4 и 5 февраля Омские Ястребы сыграют с Кузнецкими Медведями. 4 и 6 февраля Спутник примет Толпар. Если 4 февраля Омские Ястребы убеждают, а Спутник проигрывает, то омичи автоматически попадают в плей-офф. 6 и 7 февраля Алмаз против Крыльев Советов. Очередное принципиальное противостояние для команды из Сетуни. 8 и 9 февраля Мамонтовы игры примут Белых Медведей. Обеим командам очки очень нужны, чтобы закрепиться в первой восьмерке. Ну а 9 февраля начнется еще одна битва за плей-офф соседей по турнирной таблице. ХК Рико против МХК Спартак. На этом все. Это была программа МХЛ на коленке. Не забывайте поддерживать молодежную команду и следить за нашими выпускниками в том числе. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok